Свет это явление, которое помогает нам не заблудиться в темноте. О как! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марус Алексей, компания Кровмонтаж. Недавно сынок задал мне простой вопрос. Что такое свет? Я ответил. Свет, сынок, это самая быстрая сила в природе. Но мы видим только маленькую ее часть. Большая часть этой силы невидима для наших глаз. Этот вопрос разжег во мне интерес. Да так, что я решил сделать видео на эту тему. Итак, что такое свет? Представить себе такое очень непросто. Но мы, люди, наделены воображением. Невероятной силой. А значит справимся. Вначале не было ничего. Ничего, кроме тишины и полной темноты. Вначале была тьма. Не было ни пространства, ни времени. Ничего не было. Вся материя, наблюдаемая Вселенной, находилась в сверхплотном, в сверхраскаленном и сверхмалом состоянии. Вся реальность была заключена в размере одного атома. 13,8 миллиарда лет назад из невероятного атома рождается наша Вселенная. Это рождение называется Большой Взрыв. Да будет свет. Большой Взрыв совсем не похож на обычные земные взрывы. Он не сопровождался вспышками света. Ведь его еще не было. И тот взрыв не распространялся из одной точки пространства. Его тоже не было. Тот взрыв случился одновременно везде, в сверхмалой бесконечности. Сразу после своего рождения, за невообразимое малое время, наша Вселенная пережила несколько переходных фазовых состояний. Через 10 в минус 43 степени секунды, после Большого Взрыва, началась эпоха Великого Объединения. В то время появилось первое физическое взаимодействие. Гравитация. Через 10 в минус 42 степени секунды случился новый фазовый переход. Эпоха космической инфляции. Появились первые элементарные частицы. Протоны и нейтроны. Никакого света все еще нет. Тьма кромешная. В течение 300 тысяч лет после Большого Взрыва, протоны объединяются с нейтронами. Образуя ядра легких изотопов. В это время материя сталкивается с антиматерией. Образуя электромагнитное излучение. Это и есть первый свет. Но он пока еще невидимый. Потому что во Вселенной нет среды, в которой он может распространиться. И вот через 380 тысяч лет после Большого Взрыва, ионы захватывают свободные электроны. И появляются первые нейтральные атомы. Среди которых самым первым был атом водорода. Наступила эра рекомбинации. Вселенная остывает достаточно, а вещество становится прозрачным. Первый свет распространяется в пространстве. Сегодня мы можем видеть этот самый ранний свет в огромные телескопы. И называется он реликтовое излучение. И стал свет. И это было хорошо. Сегодня мы знаем о свете достаточно. Но так было, конечно, не всегда. На вопрос о том, что такое свет, человек искал ответ с глубокой древности. В пятом веке до новой эры греческий философ Эмпадокол выдвинул первую теорию. Этот мир состоит всего лишь навсего из четырех элементов. Из земли, воды, огня и воздуха. Из этих элементов богиня Афродита слепила человеческий глаз. А внутри разожгла огонь. Мы видим свет и все остальное потому, что из наших глаз выходят лучи. Мы сами все освещаем. А почему же ночью ни черта не видать? А потому что солнце не помогает нашим фонарям светить. Для того времени теория вполне убедительная. Но уже через 200 лет другой умный грек Эвклид опроверг эту теорию. Вскоре появятся философы-атомисты. И самый известный из них Лукреций заявит о том, что свет есть поток мельчайших движущихся частиц на неизмеримой скорости. Вот это уже близко к истине. Этот мир материальный. Всюду нас окружает материя. Видимая и невидимая. Кажется, что между мной и вашим монитором пустота. Но это не так. Вот видите, из пустоты я набрал несчислимое количество атомов разного газа. В нашем земном мире пустоты не существует вообще. Но тут же среди нас существует нечто нематериальное. Например, волны, которые прямо сейчас проходят сквозь меня. Волны также называют излучением. Их рождает материя. Что такое человек? Это набор атомов, который осознает, что он набор атомов. Я есть материя. А значит, могу создать волну. Невидимая звуковая волна ушла в пространство. А что же свет? Он волна или, как сказал Лукреций, быстро летящая частица. Свет и то, и другое. Этот факт описывает теория корпускулярно-волнового дуализма. Свет уникальное явление. Единственное, известное нам на сегодняшний день. Как материя, свет представлен в виде фотона. Элементарные частицы без собственной массы. Я включаю свет и запускаю поток фотонов. То есть, от меня к вам полетела материя. И волна тоже пошла. Но об этом позже. Фотон может существовать только тогда, когда он несется в пространстве с невероятной скоростью. Только задумайтесь. 300 тысяч километров в секунду. В этой вселенной быстрее света нет ничего. А если есть, то оно еще не открыто. Отправим поток света на Луну. Он прилетит туда через 1,2 секунды. Когда мы видим Луну, мы смотрим в прошлое. На одну секунду, но в прошлое. Ведь мы видим не Луну, а солнечный свет, который от нее отражается. Если прямо сейчас солнце погаснет, то мы об этом ничего не узнаем. Прямо сейчас. И только через 8 минут наш мир мгновенно погрузится в кромешную тьму. Потому что поток материи в виде фотонов перестанет на нас падать. Свет это не только материя, но и волна. Он может отражаться и преломляться. А как волна, он проникает сквозь твердые объекты. Но этот свет нашим глазам уже не виден. Тот свет, который отразился от Луны, мы видим. А тот, который прошел сквозь нее и ушел дальше в космос, мы не видим. Видимый спектр, это всего лишь крохотный диапазон света. Большую часть которого мы, к сожалению, не видим. Одно из видимых свойств света, это его цвет. Одно яблоко красное, другое зеленое. Также виноград. Этот красно-синий, а этот желто-зеленый. А почему так? Люди ломали голову над этим вопросом с глубокой древности. Правильный ответ впервые дал Исаак Ньютон. Он пропустил свет через стеклянную призму. И на выходе свет разложился на разные цвета. Свет, как волна, имеет разную длину. Одна волна длиннее, другая короче. Видимый белый свет, это смесь всех волн. Но от объекта одна из волн отражается чуть быстрее. Какая именно волна отразится, зависит не только от физического, но и от химического состояния объекта. По цвету, то есть по отраженной волне, мы видим, что это яблоко больше сладкое, чем кислое. А это наоборот. Вот видимый спектр света. От теплого к холодному. А вот как выглядит известный человеку свет в целом. После синего свет уходит в невидимый ультрафиолет. Далее в рентгеновское излучение. И далее в гаммы лучи. А после красного свет уходит в инфокрасные. Далее в микроволны. А потом еще и в радиоволны. Когда мы слышим радио, мы слышим свет. Потому что этот вот электроприбор поймал невидимую световую волну. И превратил ее в звуковую волну, доступную для ушей диапазона. Свет, который от нас не отражается, а переходит сквозь наши тела, может быть очень опасным. Например, наши телефоны тоже ловят и отправляют свет. И когда вокруг много бетона, мы негодуем, плохо ловят. Потому что телефон может ловить и отправлять только слабый, безопасный свет. Создать телефон, который будет ловить идеально, хоть на дне океана, хоть глубоко под землей, можно. Но такой телефон очень быстро убьет того, кто решит на нем поболтать. Вот как выглядит мир в инфокрасном свете. А вот как в свете гамма лучей. Согласитесь, это другой мир неизвестный. Итак, мы разобрались, что свет это электромагнитное излучение. Откуда же он берется? Что его излучает? Да все, что нагревается. Солнце нагрето сильно, поэтому излучает много света. Опасного и безопасного. А мой фонарик горит не очень сильно. Ну и света дает немного. Наши дети часто задают нам вопросы, ставящие в тупик и заставляющие почесать затылок. Например, что такое электрический ток? Вот задумайтесь, можете ли вы прямо сразу ответить на детский вопрос. А что такое время? Друзья, если вам понравилось такое видео в формате научпоп, то пишите комментарии и ставьте лайки. Если вам это любо, то мы будем иногда отвечать на детские вопросы. На этом все. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok